В город-герой Мурманск в девятый раз здесь от памятника Жукову отправляется делегация патриотической эстафеты «Салют Победе». Члены активного долголетия, представители культуры, образования, медицины, ЖКХ, спорта, 58 человек отправились в город за полярным кругом, чтобы доставить символы девятого этапа эстафеты. Проводить делегацию пришел коллектив молодежного театра «Крылья». Мы сегодня с вами не едем, мы не будем с вами в Мурманске, но поверьте, что когда вы туда прибудете, знайте, наши крылья всегда вместе с вами. Патриотические символы доставили к самому центру воинской славы города – памятнику защитникам Заполярья. У монумента солдату, которого мурманчане ласково называют Алеша, возложили цветы, рассказали жителям, как трепетно в Одинцовском округе относятся к истории городов-героев. Делаем свои экспозиции, свои подводные лодки, свои ледоколы Ленины, поэтому в каждом садике, в каждой школе мы уже знаем, что у нас есть замечательный город-герой Мурманск, есть герои города Мурманска и здесь замечательные люди. Именно настоящие патриоты смогли отстоять родной город в те страшные дни. 21 июня 1941 года была суббота, теплый солнечный день. Улицы города полны нарядных гуляющих людей. Утром всех разбудил рев двигателей немецких самолетов. В мирную жизнь Мурманска ворвалась война. С первых же ее дней он стал прифронтовым. Не сумев захватить город на суше, его стали разрушать с воздуха. За годы Великой Отечественной здесь было сброшено 185 тысяч бомб. Город почти полностью был сожжен, но не сломлен. Низкий поклон за это его защитникам. Благодаря их самоотверженности и безграничной любви к своей родной земле, действительно, мы сейчас имеем возможность жить в своей стране. Жить в стране сильной, мощной, уверенной, независимой. Для жителей Мурманска гости подготовили незабываемую концертную программу. Впервые оркестром Северного флота руководил Андрей Балин, дирижер Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. Музыкальные композиции и выступления коллектива в двух городах никого не оставили равнодушным и положили начало творческому союзу. Главное, что очень много есть программы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, где оркестр военный должен исполнять соответствующую музыку. И мне будет приятно, если я еще раз здесь буду. Буду надеяться, что те ростки, которые мы сегодня создали, они дадут сходы. Союз возник не только между двумя творческими коллективами. Патриотическая эстафета «Салют Победе» сблизила всех. Общая история, подвиг одного народа и память об этом сделала жителей Одинцовского округа и Мурманской области настоящими близкими друзьями. Подробнее о путешествии в город Герой Бурманск смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова